Всем большой привет и прямо на связи играем в момента море побежали к тете очень сильно надеюсь что мы как то продвинемся вперед потому что пока что не знаю так от лары следы охотника макс я сделал поиск по базе данных но не нашла никакого не нашла никого с таким прозвищем если что то тысячи дам тебе знать до скорого лара сообщение не надо я напишу и как только мэлвин а написала ему все хорошо давайте можно с ним если конечно эта информация не настолько секретна что ее необходимо утаивать даже от собственного брата по разным местам для начала мне бы хотелось встретиться с дочерью охранника хорошая идея и ты конечно же как раз хотел попросить меня присоединиться к тебе и естественно но мне перед этим нужно кое-что сделать ладно ясное дело почему бы и нет ну нам наверное не дадут что-то взять из холодильника может они оставили мне чего-нибудь поесть не так уж много жаль не получается нет ящичек обычные столовые приборы ничего особенного самовар необычная вещь я возможно варвар но предпочитаю чайные пакетики и электрический чайник ну это так блокнот берем ну лари он не нужен а мне может пригодится зачем он нам интересно обычная старая пианино я плохо разбираюсь в таких вещах слушать музыку я люблю но дальше этого дела не пошло в комнату тети будем опять с ней еще не хватало чтобы она пудрила мне мозги этой ерундой у нее прям кофе не остывает не самая последняя модель но похоже еще работает здесь написано сергей лара говорила что он умер совсем молодым наверное здесь в итоге ничего и нет симпатичный комод с зеркалом в оправу вставлено несколько старых фотографий да м 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 чисто на всякий случай может написать еще что-то потом я напишу и как то что касается картину просто ас но у меня есть а хорошо да все сообщения мы прочитали но он с вами не будет говорить я в этом прям уверена уходите мнение м не хочешь растворителя примитаж там в принципе нечего делать а мы вместе пошли прям для этого и существ да но я пытаюсь упрятать одного человека в тюрьму у него есть маленькая дочь и она больна и опять пропустила одну реплику охраннику следовало подумать об этом до того как он стал портить картины виноват буду я если бы я оставил картины в покое если бы я не поговорил со станковичем ничего бы этого не было я потом не смогу в зеркало на себя смотреть и тебя посадят старший брат да очнись же ты это ведь и твоя битва тоже ты же не хочешь оказаться среди проигравших проклятие андре во что мы ввязались с ним будем говорить нет без уважения все не так друг я лучше пойду да давайте может быть вместе сходим в клуб и тогда вот может быть мы сможем этого панка убедить что как то то есть ничего не получается этот не приходит начальник ээээ хозяин клуба или кто он там ой что ты на меня пялишься не могу не могу не могу может тебе вывести твой талисман на прогулку возможно и сигареты купишь заодно сам иди погуляй может найдешь сигареты по пути и тогда тебя здесь не изобьют это не правда что ты на меня только подожди ну нам не знаю ты никаких сиг иначе что ты на меня пялишь не что займись пивом или сиг не я не знаю вообще не понимаю что что не знаю что ждать может быть я гляну в прохождение потому что не понимаю именно в этом моменте когда ну не слушайте давайте я тогда загляну в прохождение потому что я даже не представляю что нужно делать абсолютно ты считаешь что это нормально о чем ты о чем по твоему я говорю сначала ты притворяешься адвокатом ильи теперь ты пытаешься найти его маленькую дочь потому что это его слабое место и что ты по этому поводу чувствуешь да как ты можешь об этом спрашивать думаешь мне это нравится если я откажусь принять участие в этой игре я могу оказаться в тюрьме кто ты черт возьми такой чтобы осуждать меня не расстраивайся макс я не осуждаю тебя мне просто интересно что ты чувствуешь понятно хорошо если хочешь знать ничего плохого я по этому поводу не чувствую я загнан в угол андрей а отчаявшиеся люди совершают отчаянные поступки правда в том что я делаю все это чтобы выжить вот так все складывается в нашем мире все да давайте я тогда посмотрю в прохождении к вам вернусь буквально через секунду еще раз всем привет я выяснила одну подробность на которую я абсолютно не обратила внимание все равно я покажу я была так близко пожалуйста сделай это быстрее вы видите как он идет да быстрее умоляю тебя вот отсутствие карты это грамм агромедный минус этой игре вот прям карты здесь была бы очень кстати все капец идем к тете в общем тут надо было отодвинуть эту занавесочку да я прям вот на пару сантиметров ошиблась я все там около холодильника да пыталась что-то найти оказалось что здесь так берем спрей баллончик зеленой краски м его давно уже не использовали распылитель забился но может он для чего нибудь пригодится так сейчас посмотрим сначала если здесь еще что то ну кажется нет нет все бежим обратно в в райончик вот в этот ну хорошо тут по крайней мере переключилась все очень быстро но в общем суть в том что нам нужно это смешать все растворитель прочистил забившийся распылитель думаю теперь это сработает и теперь нам можно спокойно распыляет на вот это граффити ну да это займет еще пять минут итак мы наверное сможем уже выгнать панка из клуба интересно что получится в итоге какая картинка наверное просто ищет рандомные ах есть поверх его максус эросхиев фуы здесь был макс кого то это очень не разозлит конечно это я веду себя как ребенок наверное тебе это удивит брат но я это делаю не для того чтобы выразить свой творческий порыв у меня есть план забавно я даже не сначала не поняла что это два человека разговаривать я думал что это просто он вслух свои мысли озвучивают у них слишком похожи голоса или это даже один актер который озвучивает брата не помню сейчас давайте тогда с панком что ты на меня пялишься у меня нет сигарет паре но граффити там на стене это ведь твоя работа правда что не нравится мне плевать это настоящее искусство в которые такие как ты не въезжают просто кто-то зарисовал твой граффити на наше время люди до того обнаглели везде лезут ничего в покое оставить не могут что какой ублюдок это сделал он за это заплатит эй ты куда собрался оплатить кто будет отлично наконец то он ушел по крайней мере пока ну вот мы можем стебзить быстренько его зверушку сейчас ой ты сейчас будешь ходить вокруг стола сто пятьсот лет все да собираем все взяли правда будет странно если он сейчас будет искать вот этот панк будет около клуба искать виноватого а то что мы его игуану взяли он не заметил да куда ты пошел к счастью этот живописец ушел даже не знаю как бы я ему объяснил пропажу его талисмана из клуба ну да в любом случае хорошо что он ушел так сейчас показываем в глазок и зверюшку пытаемся поговорить тани я принес тебе подарок домашнего зверька ну сейчас сразу откроет такая довольная можно быстрее все это делать сейчас на 5 и покажет эту сумку ух ты ящерица как ее зовут можно мне ее оставить у себя конечно и ты можешь ее назвать как хочешь а тебя как зовут я андре у нас в классе есть мальчик которого зовут вячеслав андреевич похоже на твое имя мальчик конечно если бы я жил в россии скорее всего меня звали бы андреевич папа сказал мне не разговаривать с незнакомцами а то они могут опять меня увезти тогда папе будет грустно но раз я знаю как тебя зовут ты ведь уже не незнакомец я знаю твоего папу а что это была за поездка можешь рассказать двое дядей увезли меня после школы я провела два дня на ферме мы гуляли в лесу кормили животных было очень весело только я не могла позвонить папе потому что это было секретное путешествие и если бы я позвонила я бы все испортила но когда они привезли меня обратно папа был очень грустный и сказал мне чтобы я осторожнее вела себя потому что они могли меня обидеть но они были такие хорошие и я думаю они никого не могли бы обидеть потому что они очень хорошие понятно вообще то папа прав никуда не ходи с незнакомцами ну мне пора ты увидишь папу конечно я поговорю с ним подожди немножко тогда скажи ему чтобы он пришел скорее и отдай ему Катю чтобы он не грустил конечно я ему это передам и Катю отдам заодно хм да что ж надо признать я устал если я тебе не нужен то я возвращаюсь в квартиру ты вообще тут был для мебели я все равно вряд ли чего добьюсь и еще Андре да не обращая внимание на то что я тебе наговорил на самом деле я рад что ты со мной да ладно тебе я лучше пойду пока ты не разревелся да слушайте давайте приостановимся на этом месте мне кажется неплохой момент и дальше пойдем уже разговаривать с охранником я думаю что он заметив куклу он по другому себя будет вести и расскажет нам немножечко побольше да вам я говорю большое спасибо за просмотр надеюсь вам нравится мы с вами встретимся уже в следующих сериях и до скорого до скорого